На этом этапе редукционный клапан закрыт. Манометр P1 показывает, что давление на входе клапана высокое. При этом манометр P2, расположенный за клапаном, показывает, что линии подачи воды потребителю пуста. Пользователь постепенно поворачивает регулировочный болт клапана пилота по часовой стрелке. Плунжер пилота проталкивается в нижнем направлении, вызывая падение давления в верхней регулирующей камере редукционного клапана. Это приводит к постепенному открытию клапана и заполнению линии подачи потребителю. Давление на выходе стабилизируется в зеленой зоне манометра P2. Как показано на схеме, поток через клапан на этом этапе остается постоянным, и давление на входе P1 снижается до требуемых установок зеленой зоны манометра P2 за клапаном. Когда расход со стороны потребителя уменьшается, клапан пилот немедленно реагирует. Плунжер немного перемещается вверх, давление в верхней регулирующей камере возрастает, и редукционный клапан слегка прикрывается. Работа клапана стабилизируется, и как показано на схеме, напорный линии P2 за клапаном во время падения потока остается стабильной, тогда как давление P1 на входе клапана возрастает. Дополнительное уменьшение расхода приводит к дополнительному возрастанию давлению P1 на входе клапана и дальнейшему уменьшению потока в системе. Отметим, что давление P2 на выходе клапана остается стабильным в зоне настроек зеленой зоны в течение всего процесса. Дальнейшее уменьшение расхода, вплоть до нулевого потребления, приводит к полному закрытию клапана. Как показано на схеме, при нулевом потоке давление на входе очень высокое, и хотя клапан закрыт, давление на выходе остается стабильным при заданной установке. Когда расход возрастет, клапан пилот реагирует в зависимости от его уровня. Плунжер перемещается вниз, клапан постепенно открывается, и давление на выходе остается стабильным. На схеме, изображающей возросший расход, давление на входе падает, при этом давление P2 на выходе остается в своей зеленой зоне на уровне установки. На этом этапе давление P1 на входе уменьшается, имеет место небольшое уменьшение расхода, но давление P2 на выходе остается стабильным в пределах настроек своей зеленой зоны. Как показано на схеме, расход на этом этапе остается постоянным, и давление на входе P1 снижается до нормальных настроек зеленой зоны, а давление P2 на выходе остается стабильным. В случае сильного падения давления на входе, клапан полностью открывается, чтобы обеспечить подачу максимально возможного давления трубопроводу потребителя. При этом клапан обеспечивает постоянную подачу воды, даже если давление опускается ниже нужного уровня. Когда давление на входе снова возрастает, клапан реагирует на это постепенно закрываясь и таким образом поддерживает давление P2 на выходе в пределах настроек зеленой зоны. Как показано на схеме, клапан поддерживает постоянное давление на выходе, даже когда давление на входе возрастает до очень высокого уровня. Как продемонстрировано в этом фильме, редукционный клапан Бермат снижает пульсирующее высокое давление на входе до уровня постоянного низкого давления на выходе, независимо от колеблющегося потребления или изменения давления на входе. Продолжение следует...